Несмотря на не самую приятную погоду, жители сельского поселения Молоковское собрались вместе, чтобы отметить свой общий праздник – День посёлка. Центральным местом народных гуляний стал стадион. В сельском поселении 9 населённых пунктов, и Молоковская земля всегда славилась своими талантами. Вот, например, сделанные из дерева фигуры сказочных персонажей для украшения сада. – Традиции ручных мастеров, на сегодняшний момент я это возрождаю, поддерживаю и надеюсь на перспективную реализацию обучения нашей молодёжи, потому что на самом деле это хорошо. Работа с деревом, мы получаем то тепло, энергию от древесины. Также здесь можно было посмотреть фото-выставку. А в одной из палаток представители территориального совета молодёжи угощали всех желающих пирожками с капустой и яблоками, кстати, выращенными именно здесь, в Молокове. – Поздравляю всех жителей нашего поселения. Я желаю, чтобы мы оставались такими же добрыми, счастливыми, чтобы у нас всё получилось, всё, что мы задумали. С праздником Молоковская! – Среди мероприятий, конечно же, многое было подготовлено для самых маленьких жителей посёлка. Вместе с родителями они могли поесть сладкую вату, покататься на аттракционах, а у сцены их ждало шоу-трансформеров. А детей в Молокове много, ведь посёлок развивается. – Здесь мои родители живут, и мама здесь родилась, и папа здесь родился. Все мы учились в нашей Молоковской школе. Я сейчас имею двух детишек, продолжаю, так сказать, своё поколение. Стоит отметить, что летом в районе отмечаются Дни всех поселений, и праздник в Молокове стал одним из самых ярких. – Вот эта вот череда дней поселений, которая завершается нашим единым праздником, праздником, когда мы отмечаем День города Видно, День Ленинского муниципального района. Это очень хорошая традиция, которая ещё до нас была заложена здесь. День рождения как день подведения итогов. За прошедший год в Новомолокове был открыт детский сад. В завершающей стадии находится строительство участковой Молоковской больницы и станции обезжелезования воды. В планах администрации множество других социальных проектов. – Мы, конечно же, должны слушать те мнения и пожелания людей на благо развития их сельского поселения. Ну а в день рождения поселения я хочу пожелать людям, живущим здесь, людям, которые болеют душой, трудятся, с желанием всегда высказываются о том, чтобы их всегда развивалась малая родина, конечно же, здоровья и процветания. Во время торжественной части почётные грамоты и благодарности за активное участие в жизни поселения нашли своих обладателей. Праздник продолжался ещё долго. Концерт, в котором принимали участие творческие коллективы и воспитанники образовательных учреждений посёлка, завершился салютом и световым шоу. Дмитрий Книга, Алексей Руднев, Елена Кошелева, Видное ТВ.